Здравствуйте! В эфире программа «Актуальная тема». Сегодня мой собеседник – это председатель Думы Полесского городского округа Илья Кочев. Илья Борисович, добрый день! Добрый день! Илья Борисович, встречаемся мы с вами буквально на экваторе вашей депутатской деятельности. Через пару месяцев будет два года, как вы занимаете данный пост. Что можете сказать? Как часто население города обращается к депутатам, к депутатскому корпусу с тем или иным вопросом? Депутатский корпус в общем-то и целом регулярно ведет работу по приему граждан. Депутаты принимают граждан, как я лично, так и они ежемесячно. В зависимости от графика мы всегда доступны к диалогу с жителями. Но насчет экватора немножко не совсем. У нас 5-5 лет сейчас. То есть это будет в следующем году экватор, соответственно. Но не это главное. Да, проблем очень много, понимаете. Не все проблемы могут жители решить напрямую. И, естественно, депутатам в какой-то мере гораздо проще осуществить помощь в решении каких-то насущных вопросов, которые возникают у жителей. Потому что существуют глобальные вопросы, которые не так легко решить. Это, возьмем такой вопрос, это обеспечение южной части города качественной водой, горячей. Поскольку это достаточно длительный вопрос, он принципиальный. И, боюсь, городу одному не решить. Это придется привлекать средства и области, и федерации, чтобы решить этот вопрос. А есть более мелкие вопросы, которые, в принципе, мы можем решить на местах. Зачастую люди не знают, куда обратиться, неправильно обращаются. Да, депутаты всегда стараются в меру своих возможностей помочь жителям в решении этих вопросов. Большей частью они связаны с небольшими вопросами благоустройства во дворе, освещения. Это очень важные вопросы, которые необходимо те же деревья спилить в случае, если они мешают. Ну, в общем-то, и в целом спектр вопросов достаточно большой. Но, еще раз повторюсь, каждый депутат ведет прием, жители регулярно приходят. Что в топе, что в десятке самых актуальных проблем? Вот вы уже сказали и про горячую воду в южной части города. А что вот сегодня у вас на повестке дня, может, сформирован какой-то список, что нужно решить по мнению депутатского корпуса в первую очередь? В рамках предвыборной кампании мы занимались сбором наказов. То есть все жители проходили по дворам своих округов, где жители вопросы задавали, те, которые требуют решения. Мы на основе данных, так скажем, наказов наших избирателей создали определенный перечень, который ежегодно мы корректируем и принимаем. Он обязателен для включения, для финансирования в бюджет. Не все получается, еще раз говорю, не все вопросы можно решить, насколько достаточно, вопросы сложно бывают решаются. Но, тем не менее, и в этом году мы на предстоящей сессии 27 июня примем в обязательном порядке эти наказы. Почему? Потому что формирование бюджета на 2020 год и последующие два года формируется уже сейчас. Значит, мы должны закладывать то финансирование, которое необходимо для выполнения каких-то мероприятий, уже сейчас. Мы должны в случае необходимости обратиться в областной бюджет на софинансирование или войти в какие-то программы. Время еще есть. Для того, чтобы специалисты администрации успели это сделать, мы создали определенный перечень наказов избирателей, которые будем, соответственно, доведем до администрации и, надеюсь, очень увидим в проекте бюджета. Наказы разные, абсолютно разные. Наконец-то мы начинаем строительство, реконструкцию, точнее улицы Декабристов. Там капитальные работы, думаю, что за год мы их не сделаем, но в этом году, по крайней мере, начнем. То есть от улицы Совхозной до Листопрокатчиков там будет хорошая улица. Наконец-то это позволит нам решить вопрос с транспортным обслуживанием Соснового Бора, запустить автобус, когда дорога будет в нормативе. Есть те вопросы, которые необходимо решать, и они затрагивают всех жителей. Это вопрос с реконструкцией наших памятников к юбилею Победы. Мы настаиваем, что это необходимо сделать и необходимо профинансировать. Конечно, это здорово, если жители примут участие в финансировании, но я сомневаюсь, что этих денег полностью хватит на всю реконструкцию, поскольку это миллионы. Я думаю, бюджетные средства в обязательном порядке придется задействовать на данные виды работ. Есть те виды работ, которые касаются каждого жителя. Это во дворах, благоустройство дворовых территорий. На сегодняшний день ситуация складывается так, что, к сожалению, не все земельные участки дворовые у нас принадлежат жителям, отмежеваны или взяты под благоустройство, так назовем это. Соответственно, это не позволяет жителям заходить в программы совместно с управляющими компаниями «Комфортная городская среда», то есть благоустраивать свои дворовые территории. Мы вынуждены и будем, в общем-то и целом, или изыскивать средства для того, чтобы провести межевание дворовых территорий, или помогать им в оформлении документов под благоустройство этих территорий. Денег в бюджете города на все дворы не хватит. Соответственно, мы должны привлекать не только наши деньги, там, я думаю, будет софинансирование как и жителей, так и местного бюджета, но, соответственно, и областные деньги мы будем привлекать по возможности тоже. Потому что, несмотря на то, что бюджет у нас, в общем-то, неплохой городской, денег на все это не хватит. Есть мероприятия, которые необходимо сделать по газификации. Это тоже достаточно большая проблема, особенно сельские. Мы в полдневую довели газопровод, но до конца пока не можем. Котельную надо строить, надо переходить все-таки с угля на газ. Нам необходимо сделать и решить те вопросы, которые связаны. И в какой-то мере то, о чем мы неоднократно с депутатами говорили, это по разработке схем, других схем движения автотранспорта. В 2020 году мы должны проводить, администрация будет проводить конкурс по новым маршрутам, возможно, новым, потому что на сегодняшний день существует старая схема. Но у нас есть часть территорий городских микрорайонов, которые не задействованы. Провинция далека. Жители востребованы, для них транспортное, так скажем, обслуживание. Но мы не можем туда автобус пустить, потому что специалисты ГИБДД совершенно разумно говорят, дороги не соответствуют требованиям. Автобус пустить нельзя, жители страдают. Мы выдаем земельные участки в Косомбородово, станционный Полевской, Зюзелка, для многодетных семей, но при этом мы не до конца обеспечиваем их инфраструктурой. Необходимо это тоже сделать. Если уж мы выдали земельный участок, мы должны каким-то образом сделать так, чтобы люди могли подключиться к сетям и достаточно комфортно жить. То есть все вот эти вопросы, да, они будут, и не только эти, будут в наказах наших рассмотрены 27 числа на сессии очередной и, соответственно, решением Думы утверждены. Все ли войдет? Или вы всего лишь предлагаете, администрация уже рассматривает и по возможности включает все наказы? Ну, если вы понимаете, тут немножко не так. Конечно же, мы работаем вместе с администрацией, потому что нам надо синхронизировать эту работу, но в чем-то мы сподвигаем администрацию, чтобы они обратили внимание на какие-то виды и на какие-то направления, которые надо сделать в обязательном порядке, потому что это сделать надо. В общем-то и целом, вот взять, допустим, ту же историю с транспортом. Вот есть улица Октябрьская, которая ничему не соответствует, но она идет туда надалеко. Мы и будем, надеюсь, настаивать, чтобы администрация сделала проектно-смертную документацию по расширению улицы, чтобы можно было запустить туда автобус. Тут будем искать определенные компромиссы, но, тем не менее, настаивать на своем. А что происходит с теми наказами, которые в этом году не удается включить бюджет, получить финансирование и, значит, реализовать их? Они остаются в резерве и переходят на следующий год? Или же вы ищете другие пути решения, это участие в каких-то, может, грантовых проектах или же в областном софинансировании, если тут речь идет о неподъемных суммах для нашего бюджета? Дело в том, что у нас заложены не только те мероприятия, которые одномоментно можно решить, а вот возьмем улицу Декабристов. Изначально в 2017 году мы закладывали необходимость разработки проектно-смертной документации. Надо было разработать, получить заключение госэкспертизы, под это все деньги нужны. Соответственно, сейчас все оформлено и выделены деньги, но, естественно, мы не снимаем с контроля данный наказ, потому что мы должны контролировать, чтобы он был доведен до конца. При формировании бюджета мы же видим те суммы, по каким мероприятиям, на какие цели направляются. И, естественно, мы акцентируем внимание, что необходимо это сделать. Но обычно это включается в бюджет. Но еще раз повторюсь, не все можно сделать за год. Я полагаю, что и улицу Декабристов мы за год все не сможем, года два мы ее будем делать. За год нам не успеть ее просто сделать физически. Да, есть те мероприятия, которые у нас и снимаются с контроля, если мы делаем. Но вот в этом году, на этот год была заявка от жителей, это на перекрестке, допустим, Степана Разина и Максима Горького, установить пешеходный переход. Принято решение, выделены деньги, и в течение этого лета этот пешеходный переход будет там установлен. То есть, соответственно, такие мы будем снимать. Или одно из мероприятий, которое будет сделано, это по улице Вершинина, частный сектор, в которые улицы идут Космонавтов, Чусовская, Уральская. Они давно и настойчиво, с 2014 года еще просят сделать пешеходный переход, потому что там невозможно им или по дороге двигаться, нарушать им самые правила дорожного движения, или переходят через дорогу, тоже нарушают. Соответственно, разработали проект. Спасибо Северскому трубному заводу, как всегда, он нам помог. И в соответствии с этим проектом будут устроены тротуары и пешеходный переход через улицу Вершинина. То есть, разные мероприятия, можно об этом много рассказывать, что, как делается. Но это делается. А о чем болит душа? Вот о том, что хотелось бы сделать, но сегодняшнее законодательство не позволяет в силу того, что это не вопрос местного значения. Но так бы хотелось помочь людям и как-то сделать наш город более комфортным. Вы знаете, очень бы хотелось, начиная вот в то, что точно не относится к нам, это сделать, наконец, нормальную дорогу Екатеринбург-Полевской, которая, к сожалению, оставляет желать лучшего. Добраться до города становится все сложнее и сложнее. И, ну, это не вопрос местного значения, но и каким-то образом надо решать вопрос, иначе мы рано или поздно встанем в пробку и доехать до Екатеринбурга или обратно будет просто невозможно. Да, есть вопросы, которые связаны с нашими лесами, которые, в общем-то, не наши вокруг нас, а федеральные леса, поскольку хотелось бы там тоже определенный порядок навести и с вырубкой, и с благоустройством этих лесов. Есть часть дорог, которые, к сожалению, не наши дороги, а дороги регионального значения. Их тоже, к сожалению, нам сложно каким-то образом повлиять. Свои деньги мы потратить на них не можем. Не имеем права, а область не всегда считает правильным с этим соглашаться. У них есть свои приоритеты. Да, есть такие вопросы, которые сложные. Ну что тут можно говорить? Здравоохранение. Есть вопросы, в общем-то, с полным обеспечением участков терапевтами. То есть, чтобы врачами были укомплектованы все. Нехватка врачей, с главным врачом разговаривали неоднократно, она достаточно большая. Но не в наших силах это сделать. Единственное, что мы сделаем, делаем мы по мере возможности. Вот тут купили квартиру в прошлом году. Или в позапрошлом году. Нет, в прошлом квартиру купили для молодых специалистов. Вот привлекли. Но опять же, мы не всегда можем это сделать. Хотелось бы сделать так, чтобы у нас пришел инвестор к нам сюда. И вместо наших старых домов сделал бы, как в Москве, реновацию. Мы расширяемся вширь, вместо того, чтобы расти вверх и более компактно находиться здесь. Ведь чем дальше мы идем, тем длиннее сети, сложнее их обслуживать. Гораздо проще убирать старые дома. А у нас, к сожалению, наш центр города зачастую не оставляет желать лучшего. Микрорайон Черемушки, допустим, он точно бы хорошо подошел под реновацию. Ну и не только он. Это, к сожалению, от нас мало зависит. Но это все о том, что мы можем мечтать. А на повестке дня все-таки у нас возобновление горячего водоснабжения. Сегодня об этом очень много говорят в южной части города. Ну и не только в южной части города, и в северной части Зеленый Бор у нас без горячей воды на сегодняшний день, поскольку сети все-таки изнашиваются, их надо менять. Мы, слава богу, решили вопрос с горячим водоснабжением с точки зрения бесперебойности передачи отопления и водоснабжения. Сети есть. Там другая техническая проблема – смена собственника. Поэтому на сегодняшний день муниципалитет купил котельную, и мы не можем сразу запустить горячую воду. Надо подготовиться, чтобы она была. Проблема больше сейчас уже с холодным водоснабжением в южной части города возникает, потому что сети изношены, начиная от маяка и до разводящей сети. Там надо уже менять. Там массовые идут аварии. Полевская специализированная компания «НашМУП» старается их исправлять вовремя, но их объем очень большой, поэтому зачастую улицами сидят без воды. Этот вопрос надо решать. Надо решать вопрос с переходом все-таки на подземный источник водоснабжения. Это позволит нам качественную воду подавать в южную часть города. И мы будем настаивать на включении, опять же, в наказах, разработку проектно-сметной документации, на строительство и разработку Верхнечуссовского источника подземных вод. Работы много. Работы много. Понимаете, в первую очередь необходимо сделать, чтобы система жизнедеобеспечения города работала нормально. К сожалению, она разбалансирована. Это необходимо сделать. Должно быть тепло, светло, поступать горячая, холодная вода, работать канализация. Это в первую очередь необходимо сделать. Ну и параллельно будем заниматься улучшением внешнего облика. Как известно, и гранты выиграли, и в южной части, и в северный розы Люксембург на сегодня у нас реконструируется. Будем надеяться, что мы запустим и Карла Маркса, и Свердлова, и Ленина. То есть все улицы будем потихонечку приводить в порядок. На сегодняшний день способы и возможности есть. Но работы очень много, конечно. Работы много. Ну, желаем вам удачи на этом пути. И все-таки будем надеяться, что наказы жителей нашего города, они будут услышаны, исполнены и найдут отражение в бюджете на 2020 год. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.